Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Тема нашей сегодняшней встречи – это новшество формирования отчетности бухгалтерской бюджетной на 2023 год. На экране вы видите наши контакты, то есть адрес нашей электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если, например, по какой-то причине вам не удалось досмотреть нашу встречу или время оказалось неудобным, через некоторое время мы выкладываем наши вебинары на сайт, вы можете посмотреть и в записи, ну плюс, может быть, еще какая-то информация вас заинтересует. Так что мы будем рады в любом случае сотрудничеству. Если у вас возникнут вопросы, задавайте любым удобным вам способом. Если это будут, например, письменные вопросы, то мы сможем более подробно вам ответить, потому что уже более предметно касательно именно вашей ситуации. Итак, какая у нас сегодня программа? Сегодня мы поговорим про формирование новых отчетов, прошу прощения, про изменения в формах отчетности, потом поговорим про настройки, которые необходимо сделать. Ну, во-первых, это связано с объединением фондов, введением единого налогового платежа, ну, соответственно, новшеств достаточно много. Поговорим про новый МРОД и начисления, которые от него зависят, обсудим новые регламентные отчетности, отчетность за 22-й год, справок про зарплату, по зарплате, ну, и, соответственно, поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. Сразу хочу сказать, что изменений достаточно много, но есть более громкие, есть те, которые прошли менее заметно. Наш вебинар будет построен сегодня таким образом. Нормативную информацию я буду показывать по слайдам, а потом мы будем с вами переключаться на демо-версию. Сейчас я переключусь на нее. Демо-версия ERP, и на ней уже будем, ну, так сказать, ручкой пробовать то, что только что с вами, допустим, проговорили. Сразу хочу обратить ваше внимание, что поскольку изменений было много и много было новых форм, то нужно обязательно обращать внимание на релиз вашей конфигурации. Посмотреть, какой у вас стоит релиз, можно вот по этой пиктограммке в самой верхней линейке, и здесь у нас сведения о программе. Мы можем посмотреть номер платформы, которая у вас установлена, и номер самой конфигурации, номер релиза. То есть мы с вами будем смотреть на 10.38. Сейчас вот практически буквально на днях вышло уже 10.84, то есть там учтены, ну, исправлены, как обычно, ошибки, учтены, еще какие-то дополнительные сервисы, но это в данной ситуации будет актуально, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на релизы, при необходимости обновите программу. Итак, снова возвращаемся к нашим слайдам и поговорим вот о чем. То есть, ну, естественно, были изменения более громкие, это касательно единого налогового платежа, единого налогового счета и отчета в новый объединенный фонд. Соответственно, эти изменения вносились в связи с поправками в законодательство, но кроме этого были еще и другие изменения, то есть изменения коснулись декларации по налогу на прибыль, утверждена новая форма, приказ достаточно давнишней, то есть это еще август прошлого года, но соответственно, вот сейчас она будет применяться. Подавать ее должны, напомню, до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, а для годовой декларации до 25 марта года следующего за отчетным годом, то есть 25 марта этого года. При этом обратите внимание, что изменения, которые внесены в эту форму декларации, касаются только налогоплательщиков, которые находятся на Курильских островах. Вот они-то как раз впервые начнут применять эту форму, начиная с отчетности за 22-й год. Также изменилась декларация по налогу на имущество. Новая форма утверждена тоже от августа 22-го года, но пересмотр декларации связан с изменениями в расчете по налогу на имущество. Издают эту декларацию не все налогоплательщики. Если у вас имущество попадает под расчет по кадастровой стоимости, то в этом случае вы декларацию не подаете. Сроки практически изменились для всей отчетности, то есть она предоставляется до 25-го числа по налогу на имущество до 25-го марта года следующего за отчетным. То есть за 22-й год мы должны будем отчитаться до 25-го марта. Остальные изменения тоже имели место, но некоторые из них были более технического характера или для каких-то конкретных случаев предусмотрены. То есть, так сказать, на фоне налогового платежа и объединения фондов они уже блекнут. Ну, допустим, отчетность 3 НДФЛ. Новая форма утверждена в сентябре прошлого года. Новая отчетность изменилась в основном по техническим характеристикам, то есть технического характера. Применять ее нужно будет в отчетности за 22-й год. Форма 6 НДФЛ изменена тоже в сентябре прошлого года. И порядок заполнения связан с введением единого налогового платежа, объединения фонда и, соответственно, со сроками уплаты НДФЛ. Здесь меньшее изменение внесено и отредактировано только заполнение раздела 1 из декларации. Срок подачи тоже 25-го числа, месяца следующего за кварталом и 25-го февраля следующего за отчетным годом. То есть в этом году мы его не сдаем, а сдаем за первый квартал 23-го года. Следующее новшество касается декларации по НДС. Здесь, обратите внимание, есть одна, прошла мягкая и незамечена. То есть теперь деньги по возмещению будут зачисляться на единый налоговый счет. И возместить эти деньги можно будет, внимание, только при условии положительного сальдо на счете. В связи с этим вводят обновленную декларацию по НДС. То есть если раньше бюджет возвращал вам эти деньги, ну, соответственно, после проверки документов и всех остальных ритуальных действий, возвращал вам деньги только конкретно по НДС, то на едином налоговом счете будут учитываться, соответственно, и взносы, и все остальное. И возмещать бюджет будет только... В этом случае получается уже не за свои деньги, а за ваши. Срок числа месяца следующего за расчетным кварталом. Обновленную декларацию нужно будет сдавать уже по итогам первого квартала. Декларация по упрощенке. Здесь тоже обратите внимание, потому что в прошлом году начал действовать пилотный проект по применению спецрежима, то есть автоматической упрощенной налоговой системы. У нее есть свои ограничения. У нее другие лимиты, не такие, как установлены для обычной упрощенки, но за 22-й год сама по себе декларация подается в прежнем виде. Соответственно, компании должны будут отчитаться до 25 марта этого года, а эписты до 25 апреля этого года. Ну, в общем-то, сама декларация пока без изменений про автоматическую мы не говорим пока, поскольку это пилотный регион, и Москва и Московская область, и, собственно говоря, пока месть это только их касается. Декларация по единому фельдхозналогу. У нее, слава богу, никаких изменений не было. Сроки подачи также у нее остались до 25 марта следующего года, и сроки не зависят от формы организации. Добавилась значительно статистика. То есть статистику добавили много, с удовольствием, на что нужно обратить в этом случае внимание. Зайдите на сайт статистики и по своему ИНН проверьте, под какие выборки попала ваша организация. То есть вполне возможно, что вы теперь должны сдавать какую-то отчетность, которую раньше вообще не принимали во внимание. Почему это важно? Потому что то, что статистика имеет право штрафовать за несвоевременную сдачу или за несдачу, ну, было известно давно. А вот с прошлого года статистика начала реально применять штрафные санкции за нарушение сроков сдачи и за несдачу вообще. Штрафы достаточно серьезные. То есть первоначальный проступ до 70 рублей, в втором нарушении в течение календарного штрафа вырастают до 150 тысяч. Поэтому уточните, какие отчеты должны сдавать организация, ну и сверстись, формы или старые. Здесь, в принципе, в основном технические корректировки, но тем не менее стоит заранее подсуетиться, чтобы не попасть на достаточно серьезные суммы. Но поскольку изменений у нас было много, то, естественно, придется вносить изменения и в саму конфигурацию, точнее, в ее настройки. Первое, что следует сделать, это следует проверить вашу учетную политику. То есть само по себе учетная политика должна сопровождаться приказом о том, что она вводится на след до сих год. У этого приказа есть определенные сроки. Но тем не менее, какие глобальные изменения могут быть в налоговой политике? Так сказать, кардинальных изменений, которые бы потребовали массовый пересмотр учетной политики, слава богу, нет. Корректировки потребуются, если вы решили сменить налоговый режим, то есть вот конкретно переходите на автоматическую попрощенную систему налогообложения, вот в этом случае учетную политику придется переделать полностью. Если вы осуществляете расходы на российское программное обеспечение и радиоэлектронную продукцию, которые включены в реестр, в российский реестр, и вы хотите применять повышающие коэффициенты, в этом случае в налоговую тоже нужно будет внести существенные изменения. И последний, так сказать, пункт, когда потребуется кардинальное изменение налоговой политики, это если вы планируете воспользоваться инвестиционными вычетами, которые связаны с IT-сферой. То есть это изменения, которые у нас были внесены в налоговый кодекс, статья 286. Вот в этом случае вам нужно основательно пересмотреть все ваши учетные политики, бухгалтерские, налоговые, ну и, соответственно, оформить их соответствующим образом. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, как необходимо утвердить изменения налоговой, учетной политики. Не налоговой, а просто учетной политики. Ну, соответственно, эти тоже не новые требования. Вы можете учетную политику изменить двумя способами. Издать приказ, в котором перечисляете все вносимые изменения, или утвердить целый документ учетная политика в новой редакции такого числа. Чаще всего, какой вариант из этого выбрать, решает главный бухгалтер. Единичные изменения проще вносить, естественно, первым образом. Для серьезных изменений больше подходит второй способ. Ну, то есть, если все-таки у вас требуется глобальная переделка. Собственно, независимо от того, какой вариант вы выберете, порядок оформления от этого не меняется. То есть, утверждается учетная политика приказом. Такового универсального документа нет. Вы можете его сделать на бланке организации. Собственно, главное – заблюдать основные правила документа оборота, чтобы было указано, кто утвердил, когда утвердил и предмет утверждения. Здесь есть одна тонкость, на которой хочу заострить ваше внимание. Это то, что приказ об учетной политике, точнее, документ об утверждении учетной политики, должен быть утверден до 31 декабря 2022 года, то есть прошлого года. Если вы по каким-то случаям это не сделали, то исправить эту ситуацию нужно, издав соответствующий документ, датировав его именно вот этой датой, не позднее. В этом случае ваша учетная политика будет действовать с 1 января 2023 года. Если вы утвердите приказ, например, 1 января 2023 года, то действие такой учетной политики начнется только в 2024 году. И, соответственно, на 2023 год будет действовать ваша прежняя учетная политика. Еще одна тонкость при утверждении учетной политики – это вы можете составить два отдельных документа, то есть отдельно по бухгалтерскому учету, отдельно по налоговому учету. Можете составить единый документ, в котором будет две части, то есть учетная политика ПБУ и учетная политика ПНУ. То есть, соответственно, к учетной политике должны быть разработаны и приложены рабочий план счетов. И если у вас есть какие-то формы, которые разработаны именно в вашей организации, то такие формы. Ну и, соответственно, график документа оборота. Обратите внимание на рабочий план счетов. В него потребуется вносить изменения, поскольку было объединение фондов, и придется вводить новые субсчета, например, по 68-му счету, по 69-му счету, чтобы можно было на них отражать единый налоговый платеж, ну и, соответственно, дальнейшее его распределение по бюджетам. В документе должны быть обязательно прописаны правила проведения инвентаризации и правила определения существенности ошибок. Можно их прописать в самом тексте учетной политики, или, так же, как и перечисленные документы, оформить их в качестве приложения. То есть, соответственно, в этом случае именно правила проведения инвентаризации существенности ошибок, это, в общем-то, больше относится к тем организациям, которые подлежат проведению обязательного аудита, но, тем не менее, это страховка и для самих предприятий, что в случае, если, например, при проведении инвентаризации обнаружились какие-то существенные недочеты, то в случае судебных разбирательств ваши документы оформлены правильно, и суд примет их во внимание именно по существу вопроса, а не по внешнему оформлению. Что касается объединенных фондов, то есть платежка, если можно так сказать, в общий котел и из него распределение суммы, то отдельно их не надо прописывать в учетной политике, потому что такой способ закреплен в налоговом кодексе. Но с введением дополнительных субсчетов это, конечно, нужно все внимательно проверить и выполнить. Мы с вами сейчас перейдем в демо-версию и посмотрим на учетную политику и на то, какие изменения в ней нужно будет совершить. Итак, мы переходим в демо-базу и интересовать нас будет пункт НСИ и администрирование. Он достаточно долго, извините, открывается. И, собственно говоря, здесь надо сказать пару моментов, что если у вас в начальных настройках, например, мультифирменный учет, то есть много юридических лиц, то у вас в разделе НСИ будет под меню организации, где будет открываться журнал с перечнем всех ваших юридических лиц. Если у вас одно предприятие, одно юрлицо, то, соответственно, будет одно юрлицо и без такого выбора. Еще один момент уточню, точнее напомню, что если, например, при работе в бухгалтерии вы для каждого юрлица должны создать отдельную учетную политику, то в ЕРП немножко другая система, то есть вы можете создать одну учетную политику как документ и прикрепить его к различным юридическим лицам. То есть если у вас юрлицы используют, например, одинаковые режимы налогообложения, то, соответственно, одну учетную политику можно прикрепить к многим юрлицам. Ну вот, видите, открылся журнал, мы видим перечень наших юридических лиц. Сейчас откроем первую попавшуюся и посмотрим, где мы можем внести эти изменения. Ну, точнее говоря, напомним, потому что это как раз таки касается прошлых периодов. Если вы уже вели учет в ЕРП, то у вас уже все эти справочники есть и заполнены. Ну, если вы, скажем так, только переходите на ЕРП или еще не уверенно себя в ней чувствуете, то вот для такой ситуации я как раз это напоминание и делаю. Видите, такие масштабные документы, ну, то есть справочники организации, справочники учетных политик долго открываются. Значит, вот это мы видим с вами на экране, карточку организации. Ну, понятно, что здесь вводится информация стартовая, то есть регистрационная, а интересовать нас будет закладочка «Учетная политика». И здесь, как вы видите, есть вот такой интерфейс с гиперссылками. То есть, соответственно, мы можем перейти по гиперссылке и изменить уже конкретный раздел. Проставить. Не забудьте проставить флажок «Уплачивается единый налоговый платеж», потому что платить вам придется все равно единый налоговый платеж, а разница для вас будет состоять только в том, что будете ли вы составлять уведомления для налоговой инспекции, или вы будете действовать по старой схеме, когда вы создаете платежные поручения. Мы про это попозже еще немножко поговорим. И, соответственно, по гиперссылке надо зайти во все изменения, во все разделы, в которые вы хотите внести изменения. И еще нас будет интересовать в учетной политике закладка, точнее, не в учетной политике, а в настройках. Нас будет интересовать зарплата и кадры. Интересовать они нас будут в разделе воинского учета. Мы про это поговорим немножко позже тоже. Ну и, соответственно, проверить, что у вас могло измениться. Обратите внимание на районные дефиценты. Это тоже будет иметь значение, когда мы дойдемся с вами до нового вам рода. Снова переключаемся на наши слайды. Вот мы с вами сейчас посмотрели вот эту картинку. И переходим дальше к нормативной информации. То есть новая форма единого отчета ЕФС-1 утверждена была в октябре 2020 года. Состоит этот отчет из титульного листа и двух разделов. В первом разделе включается персонифицированная отчетность. То есть несколько разделов, которые подают в разные сроки в конкретных ситуациях. Второй раздел – это взносы на травматизм. Его сдают ежеквартально. Кроме того, в отчете предусмотрены подразделы для отражения сведений о дополнительных взносах на накопительную пенсию. Это подраздел 3. А также по зарплате бюджетников. Это подраздел 1.3. Форма единого... Форма отчета ЕФС-1 применяется, начиная с отчета 2023 года. То есть отчеты за 2022 год продаются по старым формам и в старые, обратите внимание, сроки. Персонифицированная отчетность формы ЕФС-1 заменяет персонифицированную отчетность, которую мы сдавали раньше. СССР-ТД, СССР-Стаж, ДСВ и 4 ФСС. То есть все поправки в эту форму, они в принципе все новые и связаны с созданием единого фонда социального развития. То есть с объединением пенсионного и социального фонда и соцстраха. То есть каждый раздел можно так сказать, назвать. Раздел аналог в новой форме. Каждый раздел можно подавать отдельно. Подраздел аналог СССР-ТД. То есть изменения здесь это предоставлять данные. Теперь нужно даже для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Ну или ГПХ, как их называли раньше. И при этом, обратите внимание, нужно указывать специальный код причины увольнения. То есть коды тоже претерпели изменения. По срокам, срок установлен единый. То есть до 25 числа месяца в случае, значит, касательно СССР-ТД, до 25 числа месяца в случае присвоения должности. Переименования должности, перевода сотрудника, запрета занимать должности. При каких-то других причинах, в кадровых изменениях, форма подается на следующий рабочий день. То есть не до 25 числа, а на следующий рабочий день. Подраздел аналог СССР-ТД. Изменения, которые произошли. Отчет представляется теперь только при наличии особенностей учета стажа сотрудника. Нужно будет указывать районный коэффициент и информацию по СССР-ТД. Вот на это тоже обратите внимание. Срок подачи ежегодно до 25 января. То есть первый раз эту отчетность, точнее вот этот подраздел аналог нужно будет подавать до 25 января следующего, то есть 24 года. Подраздел аналог ДСВ-3. Здесь изменений не было. Срок подачи до 25 числа месяца следующего за кварталом, по которому предоставляется отчет. Ну, например, информацию за второй квартал нужно будет предоставить до 25 июля. Это мы говорим про 23 год. Раздел аналог 4 ФСС. Вот здесь нужно будет указывать сотрудников со страховкой от несчастных случаев и профзабелеваний. Из формы убираются некоторые графы. Ну и подается он до 25 числа месяца следующего за кварталом, по которому предоставляется отчет. Вместо СЗВ-М вводится отчетность персонифицированных сведений о физических лицах. Срок подачи до 25 числа месяца следующего за отчетным. В отчете отражается информация о сотрудниках и о выплатах за отчетный период. Теперь еще один момент. Справка 182 отменяется. То есть это справка о заработке, о зарплате. Раньше эту информацию предоставлял работодатель, а теперь ее можно будет запросить в Едином социальном фонде России. То есть в главном созданном объединенном фонде. Ну и обратите внимание на вот какой момент. В нашей табличке предоставлены, собственно информация, о которой я вам сейчас проговорила, предоставлена в виде такой таблички. То есть какой подраздел, какому старому отчету соответствует, что в нем должно быть указано и в какие сроки сдается. Ну то есть, например, вот если старые формы, например, 4ФСС, СССР, стаж, они в принципе очень похожи на старые действующие до Нового года отчеты. Поэтому именно по форме затруднений не возникнет. Единственное, что нужно, конечно, следить за сроками. В каких случаях в Новом году нужно будет подавать ЕФС-1 на следующий день? Ну мы уже проговорили, что в случае каких-то кадровых перестановок. Ну вот теперь более подробно расшифруем, каких конкретно. Ну, первое – это прием нового работника. Обратите внимание, что это относится и к совместителям. То есть если вы принимаете кого-то по совмещению, как внутреннего или внешнего совмещения, то на следующий день должны подать отчеты. В случае увольнения работника. В случае, если имело место приостановление действующего трудового договора и за мобилизацией. Восстановление действия трудового договора после демобилизации. Например, подписание гражданско-правового договора с физическим лицом. Тоже должна подаваться на следующий день отчетности. Окончание действия гражданско-правового договора с физическим лицом. Такое требование содержит новая редакция федерального закона, соответственно, пунктов 2 и 6, 11 статьи. И если у вас случилось такое мероприятие, то вы должны будете заполнить, Ну, во-первых, естественно, титульный лист отчета ЕФС-1. И, во-вторых, подразделы 1 о застрахованном лице и подразделы 1.1. Сведения о трудовой и иной деятельности. Такой порядок заполнения отчета регулируется постановлением пенсионного фонда за прошлый год. Теперь еще несколько тонкостей. То есть, ну, наверное, уведомление об исчисленных налогах – это один из самых таких ярких и значимых налоговых новостей с 2023 года. Возникло оно в связи с появлением единого налогового платежа. Если вдруг кто-то не был в курсе такой замечательной новости, то обозначает это то, что мы перечисляем налоги. И, может быть, кто-то помнит, когда-то давно был единый налог. Вот это по такому принципу сделано. То есть мы уплачиваем налоги одним платежом по разным видам налогов, то есть суммарно. Однако налоговая по-прежнему должна знать, сколько и в какой фонд надо перечислить денег. Для этого и предназначено уведомление об исчисленных суммах налогов. Форма введена в действие приказом от месяца 2022 года. Подается она до 25 числа, в месяце, в котором уплачиваются налоги. А уплачивать налоги необходимо до 28 числа. Здесь обратите внимание вот на что. Уведомление подается по тем налогам, по которым срок уплаты уже наступил. А срок подачи декларации еще нет. Если декларация уже подана, то в этом случае налоговый орган отразит задолженность перед бюджетом на основании декларации. И в этом случае уведомления, сведения по таким налогам не включаются. Еще одно новшество – это трудовые книжки нового образца. Обратите внимание тоже, что использовать эти книжки можно с 2023 года. Это было утверждено постановлением правительства. Михаил Мишустин ввел использование трудовых книжек нового образца с 1 января 2023 года. Однако сама по себе форма трудовой книжки абсолютно не является новостью. Она уже была утверждена еще в 2021 году. И приказ вступил в силу с 1 сентября 2021 года. То есть практически уже больше двух лет назад. Однако применение новых бланков начинается с 1 января 2023 года. Выпускать эти трудовые книжки, соответственно, обеспечивать работодателей, будет Минфин России. Несмотря на введение трудовых книжек нового образца, оформленные уже на сегодняшний день трудовые книжки старого образца со вкладышами, то есть они все остаются действительно, переделывать их не надо. И их можно использовать без ограничения срока. Ну и здесь нужно напомнить, что до конца 2020 года каждый сотрудник должен был подать работодателю заявление о порядке введения трудовой книжки бумажного. Сотрудники, которые решили перейти на электронную трудовую книжку, могут ознакомиться с ее записями в личном кабинете сайте пенсионного фонда. Также получить выписку из пенсионного фонда по электронной трудовой книжке очень несложно и занимает порядка пяти минут. То есть достаточно перейти на сайт и запросить выписку. А сотрудники, которые выбрали введение трудовой книжки в бумажном формате, могут передумать и могут выбрать электронную книжку. В то время как обратный переход невозможен. То есть если вы уже выбрали введение в электронном формате, то опять вернуться на бумажную вы уже не сможете. А трудовые книжки сотрудников, которые впервые устраиваются на работу с 1 января 2021 года, вот эти трудовые книжки уже ведутся только в электронном формате. То есть, соответственно, не нужно заморачиваться по поводу использования бланков нового образца. Еще одно новшество было то, что в принципе, ну, МРОД у нас повышается достаточно часто. То есть с 1 января 2023 года МРОД тоже увеличился. И изменились правила его расчета. Ну, на самом деле, для рядовых граждан правило, по какому правилу рассчитывается МРОД, не суть принципиально. То есть на 2023 год МРОД установлен в размере 16242 рубля. На 2023 и 2024 год МРОД будут начислять по-новому, исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда, превышающего на 3% пункта, темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответственно, которые установлены на 2023 и 2024 год. Ну, собственно говоря, нас интересует только конкретная цифра МРОД, который будет установлен, потому что к этой цифре будет привязан расчет социальных пособий, больничных и так далее. То есть здесь важно помнить, что 16242 рубля – это минимальная зарплата, которая утверждается на общефедеральном уровне. Если у вас регион имеет какие-то районные надбавки, там еще какие-то коэффициенты, то в этом случае МРОД у вас в регионе может оказаться выше. То есть, соответственно, это если вы либо применяете районный коэффициент, поскольку федеральный МРОД, он не включается, а прибавляется сверху. Или если у вас в районе действует трехстороннее соглашение о минимальном размере труда, в котором фиксируется МРОД. Вот в этом случае, соответственно, вам нужно будет учитывать увеличенную сумму. Для чего это нужно? МРОД применяют для расчета пособий. Но в настоящий момент никто не освободил работодателей от оплаты первых трех дней по больничному листу. И, например, если у работника на момент заболевания страховой стаж маленький, меньше шести месяцев, то, соответственно, в этом случае работодатель должен исчислить ему оплату за три дня, которые ему полагаются, и в размере не меньше, чем МРОД. То есть в этом случае работодатель сильно рискует, если его работники получают зарплату ниже МРОД. То есть, во-первых, в этом случае его может острафовать трудовая инспекция. И поскольку сейчас штрафы пересмотрены в сторону увеличения, то, соответственно, сумма может быть достаточно неприятной. В этом случае на должностных лиц накладывается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. На лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность от 1000 до 5000. На юрлиц от 30 до 50 тысяч. То есть, соответственно, если у вас есть юрлицо, то юрлицо штрафуют от 30 до 50 тысяч, плюс должностных лиц штрафуют от 10 до 20 тысяч рублей. А если вы писк, то вы рискуете нарваться на штраф от 1000 до 5000 рублей. Это если у вас было совершено правонарушение в первый раз. Если это было повторное нарушение, то, соответственно, суммы увеличиваются. И штраф на должностных лиц будет от 20 до 30 тысяч. Или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет. На лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность, то есть на эпистов, от 10 до 30 тысяч. Заметьте, было 1000 и 5, а становится 10 и 30. И на юрлиц становится от 50 до 100 тысяч. Здесь обратите внимание на слова дисквалификацию, потому что дисквалификация сейчас учитывается на предмет, когда вы сдаете отчетность. Вы сдаете ее, например, сдали в установленный срок, в установленной форме, все сделали правильно. И, казалось, можете расслабиться, но не тут-то было. То есть при камеральной проверке вашей отчетности налоговая может установить, что у вас был дисквалифицирован директор. Например, на какой-то, ну, пусть на 3 года. И на момент подписания им декларации, несмотря на то, что у вас все в порядке, квалифицированная электронная подпись действительно, налоговая может прислать вам уведомление о том, что ваша отчетность признана непредоставленной, поскольку подписана дисквалифицированным лицом. В МРОД, который установлен федеральным законом северные надбавки, районные коэффициенты, как я уже говорила, не включаются. Они начисляются сверх МРОД. Соответственно, здесь нужно помнить, что при работе в местностях с особыми климатическими условиями, то есть, например, районы Крайнего Севера, в этом случае оплачивается в повышенном размере. Это требование Трудового кодекса статьи 146 второй части. Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных надбавок. Это как раз мы с вами смотрели, когда говорили про учетную политику, что на закладочке зарплата нужно проставить флажок о том, что применяются районы коэффициенты. Еще МРОД у нас используется для расчета страховых взносов. Если ваша компания относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, о чем есть запись в реестре, или является организацией общепита со средней численностью до 1500 человек, и доходы от деятельности общепита составляют не менее 70%. В этом случае вы имеете право применять тариф, пониженный в размере 15%, но только в отношении выплат, которые больше 16242 рубля. То есть, например, если вы оплачиваете человеку 20 тысяч рублей, то до 16242 рубля вы применяете обычный тариф, а свыше этой суммы вы применяете уже пониженный тариф 15%. То есть у вас расчет взносов будет состоять из двух частей. Также надо учитывать новый МРОД при расчете отпускных и командировочных. То есть, соответственно, не ниже МРОД должны быть все выплаты, начисляемые работнику из среднего заработка. При этом по любому основанию, что для отпуска, что для командировочных. Напомню, что при расчете отпуска мы принимаем во внимание средний размер за 12 месяцев. То есть, соответственно, когда вы делаете такой расчет, вам нужно посмотреть, чтобы человеку начислено было не ниже, чем МРОД, исходя вот из среднего годового заработка. При этом нужно учесть, что если ваши работники идут в отпуск, то вот именно командировочные, отпускные нужно перепроверить. Если вдруг он у вас окажется ниже федерального МРОД, то, соответственно, нужно сделать до начисления. Еще одно новшество, это будет у нас с марта 2023 года применяться электронный документ оборот в отношении грузоперевозок. То есть, с контрагентами можно будет обмениваться следующими документами. Ну, соответственно, сам договор страхования, фрахтования, заказы грузоотправителей, заявка на перевозку, путевой лист, то здесь нужно помнить, что если у вас есть такая деятельность, и вы планируете перевести данные документа в цифровой вид, то в учетную политику тоже нужно будет внести изменения. Еще один, ну, скажем так, неболевой момент, но который требует особого внимания, это воинский учет. Многие предприятия даже, ну, в основном, малое и среднее предпринимательство не уделяли внимания этому учету, и, в принципе, у многих он не велся. Вот здесь нужно очень четко помнить, что ответственность сейчас за всякие аналогичные правонарушения увеличена, ужесточена, и, соответственно, нужно просмотреть, вели ли вы воинский учет, и если не вели, то быстренько исправиться и сделать вид, что вы всегда были белыми и пушистыми. Например, индивидуальные предприниматели, которые имеют наемных работников, работников в нормативных актах по воинскому учету не указаны. Поэтому здесь нужно смотреть, какое ваше предприятие попадает или не попадает под это требование. Сейчас мы с вами еще на слайдиках и на демо-базе посмотрим, что нам надо изменить в настройках для отражения воинского учета. На самом деле, очень учет несложный, и практически все сведения есть в программе. Нужно только активировать применение этого блока. и для воинского учета нужно отчитываться в военкомат, то есть не в налоговую, никуда, а именно в военкомат, и вы сдаете один отчет по форме 18. Если же у вас присутствуют работники, которые попадают под льготы, под освобождение от мобилизации, в этом случае вы проставляете еще один флажок в настройках и автоматически добавляете себе еще одну форму в отчетность. То есть в этом случае вы будете должны сдавать еще отчет по форме номер 6. И сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами, то бишь руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими. И этот отчет будет касаться периода мобилизации или военного времени. Это отчет по форме номер 19. Сейчас мы с вами перейдем к самой программке и посмотрим, как это необходимо сделать в программе. Вот такой слайдик. То есть это у нас тоже из раздела НСИ и администрирования. Интересует подраздел кадровый учет. И сейчас мы вот это посмотрим, вот этот слайдик, так сказать, вживую ручками потроган. Я переключаюсь на демо-базу. И у нас раздел НСИ и администрирование. И подраздел кадры. Значит, в этом подразделе мы должны будем проверить воинский учет и проставить флажки, которые соответствуют вашим реалиям. То есть вот он наш кадровый учет. И мы теперь с вами спускаемся вниз. Вот подраздел воинский учет. По умолчанию вот этих флажков не стоит. То есть вы должны сюда добраться и проставить. Ну, во-первых, воинский учет проставляете. Ну, практически это всех организаций, кроме пистов, может касаться. И второе, то есть это вот вы себе добавили форму 18. И если у вас есть учет граждан, которые необходимо, подлежат бронированию, то вы проставляете еще вот этот флажок. Это добавляет вам еще одну форму. Сейчас я вернусь к слайдам и покажу еще раз. То есть вот она, наша 18 форма. И второй флажок у нас добавил форму номер 6. Снова возвращаемся в демо-базу. И, соответственно, видите, здесь после каждого пункта есть небольшая тематическая подсказка, что это такое, если вы вдруг это не вели. Значит, после того, как мы в настройках выполнили вот такие операции, то есть проставили чекбоксы, мы можем с вами возвращаться уже в раздел кадры. А, извините, еще не совсем. Один слайдик вам не показала. Сейчас снова возвращаемся к слайдам. и переходим на слайд, который показывает нашу учетную политику. Когда мы настраивали, то есть это тоже из раздела НСИ и администрирование, мы переходим только не на закладку учетная политика, а на закладку зарплата и кадры. И здесь вот есть воинский учет, я про него говорила в начале нашей встречи. И тоже гиперссылочка изменить. Вот сейчас мы туда возвращаемся. Вот, значит, зарплата и кадры. Здесь нас интересует, вот она, точка нашего интереса, то есть нас интересует воинский учет. И по гиперссылке изменить. Мы с вами сейчас попадем вот в такое диалоговое окно, которое на самом деле требует проставить год, который нас интересует. И фактически после этого задача сводится только к тому, чтобы распечатать уже готовый приказ, то есть это по унифицированной форме, приказ об организации воинского учета. Ну, смысловая нагрузка этого документа такая же, как у приказа о введении учетной политики. И план работы по осуществлению воинского учета. То есть это красиво распечатать, подшить в папочку, и типа миссия выполнена. Ну, и, соответственно, еще один момент, на который нужно обратить внимание, возвращаясь к слайдикам, это на то, что после того, как вы сделали настройки, и, например, создали учет за какой-то, создали отчет за какой-то период, то есть форма 18, форма 6 и форма 19, вы должны будете этот отчет сдать в военкомат. Но есть некоторые субъекты федерации, у которых разработаны свои формы, не унифицированные формы документов. То есть может быть отчет, который хочет от вас видеть военкомат, сделан там с какими-то логотипами, с какими-то информационными сведениями. То есть для того, чтобы выяснить, какая форма для вашего военкомата приемлема, нужно либо позвонить, ну, или посходить в военкомат, или бывают ситуации, когда органы местного самоуправления размещают на своих информационных ресурсах бланки нестандартных отчетов, которые требуют какие-то муниципальные службы. То есть после того, как вы выяснили, в какой форме от вас хотят видеть этот отчет, вы можете его смело туда подавать. Еще один момент, это я хотела бы вернуться к штрафам. То есть на самом деле, как мы уже говорили, штрафные санкции достаточно сильно изменились, штрафы ужесточены, но есть несколько моментов, которые стоит помнить. То есть с 23-го года у нас меняется, немножко меняются, как бы, системы, как эти штрафы будут рассчитываться. То есть, например, если мы предоставляем сведения по ПЕРС-учету, то, что в прошлом году, что в этом году, у нас действуют тарифы 500 рублей за каждого работника, и он не изменился. То есть он остался, как в том году был 500 рублей, так и в этом. А вот изменились сроки уплаты штрафа. То есть, если в прошлом году мы должны были уплатить штраф в течение 10 календарных дней с момента получения требования Пенсионного фонда об уплате штрафа, то в этом году у нас, во-первых, срок увеличен, 20 календарных дней, а во-вторых, действует теперь подход, как при уплате штрафа в ГИБДД. То есть, если мы уложились за 20 календарных дней, то мы можем уплатить не полностью всю сумму штрафа, а за минусом 50%. То есть, если мы платим, не дожидаясь окончания 20 календарных дней. И еще одно уточнение, если мы, например, подаем какие-то корректировочные отчеты. Значит, в этом случае, если компания подает эту точненку, корректировка, там номер один, номер два, в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления об устранении нарушений. То есть, вам должны прислать уведомления, что у вас обнаружены такие-то нарушения, либо представьте пояснение по данному факту, либо представьте корректировочную отчетность. То есть, если вы уложились с корректировкой в пять рабочих дней, то, соответственно, штрафов у вас не будет. Если бухгалтерия нашла самостоятельно какие-то ошибки и вывела их до того, как объединенный фонд их нашел, то в этом случае она тоже может их исправить. Но здесь нужно помнить о том, что сначала нужно пересчитать полученные данные, то есть, какие изменения, например, вы нашли ошибку и пересчитали, что вы должны доплатить бюджетом, например, тысячу рублей. В этом случае у вас необходимо сначала оплатить указанную сумму, после этого уже подать уточненную декларацию, потому что в противном случае вам начислют штрафы пенни. И еще один момент это какие виды отчеты. Я еще раз хочу на этом остановиться, потому что у них есть определенные сроки. то есть сведения о гражданине, который подлежит воинскому учету при принятии его на работу, ну, соответственно, либо увольнении. Если мы должны представить отчет ЕФС-1, там есть одни сроки, то есть на следующий день после события. В военкомат у нас двухнедельный срок с даты соответствующего события. сведения о гражданах состоящих на воинском учете. Значит, у нас есть сведения, мы должны подавать сведения о гражданах состоящих на воинском учете и о гражданах не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Вот такой отчет мы тоже должны подавать в двухнедельный срок с момента получения запроса. Ну, либо военкоматов, либо учебных заведений. Если, например, сотрудник несовершеннолетний подается сведения о юношах 15 лет и о юношах до 16-15 лет и 6 лет. И план работы по ведению воинского учета и бронирования граждан. То есть это вот тот отчет, который мы с вами можем добыть из АНС. То есть мы там требуем спечатать план на работу. Такой отчет создается ежегодно и подойдет до конца декабря. Но здесь следить за информацией, потому что это достаточно постановление 17-го года. Это технические рекомендации генерального штамма. Поскольку в мобилизации с военными действиями здесь могут быть пересмотры. И еще один момент, немножечко его затронули вскользь раньше. Это то, что в позапрошлом году, с 1 июля 2021 года, у нас вступил в силу дополнительный перечень обстоятельств, когда декларация может считаться непредоставленной. Это у нас с вами закон 20-го года, 374-й. Когда налоговые органы могут признать ваши декларации либо расчеты непредоставленными. То есть если в пенекамеральной проверке они устанавливают одно из следующих действий, то есть налоговая декларация либо расчет подписан неуполновленным лицом. Может быть нацированную электронную подпись, например. Если декларация подписана дисквалифицированным физическим лицом и срок дисквалификации на момент подписания вашей отчетности еще не истек. Если имеются сведения о смерти подписанта, то есть человек умер до того, как его подпись попала в отчет. То есть подпись еще действующая, но человек умер. Так что, ну как бы сами понимаете, фантастичность подписания такого документа. А вот самая распространенная, наверное, ситуация, это если в отношении руководителя, который подписал отчет, в ЕГРЮ внесена запись о недостоверности сведения о нем. И эта запись, естественно, появилась раньше, чем предоставленная отчетность. А вот почему это самая распространенная причина? Потому что, например, ваш руководитель поменял паспорт по возрасту. Или, например, при заключении брака изменил фамилию. В этом случае получается, что в ЕГРЮ внесены старые данные, а в других регистрационных документах, которые сейчас практически все в открытом доступе, указаны другие данные. Вот в этом случае в ЕГРЮ будет внесена запись о том, что сведения о вашем руководителе недостоверные. И, естественно, предприятие в этом случае попадает во все, так сказать, черные листы. И потом потребуется дополнительно потратить время, чтобы, во-первых, внести изменения в ЕГРЮ, а во-вторых, исключить ваше предприятие из всех черных списков. Еще один момент контроля. Если в декларации по НДС налоговики обнаружили у вас расхождение с контрольными соотношениями. Сейчас это очень трепетно к нему относится, к этому вопросу. И, соответственно, сразу делают заключение о том, что вы нарушили порядок заполнения декларации. Ну и еще она очень распространенная ошибка. Это если у вас присутствуют ошибки в расчете по страховым взносам. Самая частая ошибка, вроде как безобидная на первый взгляд, это если у вас округление. Ну, то есть округление по каждому сотруднику не соответствует общему округлению по списку сотрудников. То есть в этих случаях ваша отчетность считается непредоставленной. И, соответственно, включается в работу весь карательный, если можно так сказать, механизм. То есть у вас блокируется счет, вам выставляются штрафные санкции, пени и так далее. При, допустим, работе с социальными взносами вы еще заплатите штраф в размере 20% от начисленных налогов. Я хочу снова вернуться к первому нашему слайдику, титульный лист. К сожалению, наше время подошло к концу. И я хочу напомнить наши контакты. Хочу напомнить, что у нас есть сайт, на котором размещаются и записи и текущего вебинара, и предыдущих. И сказать, что мы будем очень рады сотрудничеству, оказать любые услуги при работе с семейством 1С, с программами семейства 1С. То есть это и продажа, и настройка, и внедрение, когда требуется сложная автоматизация каких-то сложных процессов. То есть весь спектр наше предприятие может оказать. И мы будем очень рады нашему взаимному сотрудничеству. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. И надеемся до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok